советского союза и россии в целом вообще большая история как эти аборты запрещали как их разрешали и все те люди которые хоть чуть-чуть хотя бы википедию читали самое базовое что можно представить они понимают что запрет абортов во-первых никоим образом не влияет на рост рождаемость во вторых конечно же это ставит в опасность большое количество жизней и женщин и детей когда пришла советская власть аборты были разрешены тогда было юра и в чем-то де-факто провозглашено равенство женщин и мужчин конечно это было намного больше на бумаге чем на практике но тем не менее это действительно было передовое решение и хотя бы в контексте разговоров и деклараций женщины перестали восприниматься исключительно как обслуживающий персонал для семейных каких-то задач тогда действительно была речь о том что женщины могут самостоятельно распоряжаться своей жизнью что женщины могут самостоятельно принимать решения касательно своей сексуальной активности касательно своего профессионального пути я естественно не пытаюсь идеализировать я не говорю о том что все эти проблемы были решены просто это был совершенно другой разговор нежели это было в царской россии где например не существовало гражданских браков потом при сталине в тридцать шестом году если не ошибаюсь у нас аборты опять запретили и тогда как раз уже во время во второй мировой войны великой отечественной войны пошли все разговоры про статус матери героини про то что нужно рожать как можно больше про то что нужно охранять материнство и все эти искусственные меры которые как показал опять-таки практический опыт не привели к должному результату поскольку в этом контексте вырос процент подпольных криминальных абортов выросла смертность многие помнят ужасы когда аборта делали и вешалками чем угодно девяностые годы мы пришли с очень большими цифрами по абортам и там было интересно то что в абсолютном большинстве случаев аборта делали те женщины у которых уже есть несколько детей и они состоят в браке то есть речь идет именно о том что экономически они не могли себе позволить этих детей этих детей а не потому что это было каком-то маргинальном смысле недобримо обществом а у нас конечно по сей день у женщин есть право на аборт но смысл заключается в том что меняется отношение к этому пытаются выставить это каким-то очень 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 плохим деянием чтобы женщине было стыдно и женщина не могла себе позволить это сделать и врачи уже могут себе абсолютно по не медицинским показателям позволить отказать это делать например в силу своих каких-то религиозных представлений что в общем-то дико для светского государства и изначально все эти люди которые в основном выступали за ограничение абортов они никоим образом не имели к этому профессионального отношения государственной думе не раз звали представители рпц обсуждать эту тематику которые не являются людьми которые когда-либо будут рожать или которые когда-либо будут делать аборты стоит отметить что в разные годы именно министерство здравоохранения и различные специальные органы которые занимаются тематикой как раз говорили что делать этого нельзя конечно же мне здесь трудно будет говорить с религиозно настроенными людьми поскольку я говорю как человек светский я говорю как юрист который руководствуется тем что российская федерация светское государство у нас нету понятия греха в законодательстве понятие убийство у нас зафиксировано в 105 статье уголовного кодекса и те люди которые еще не родились те люди которые еще не зафиксированы как живущие на этой земле не могут быть убиты опять-таки что касается сроков абортов у нас есть разные показатели у нас есть показатель когда аборт можно сделать до 12 недели опять-таки этому есть ряд медицинских подтверждений что это является абсолютно безвредным и для матери и это абсолютно нечувствительно для того что можно назвать ребенком или плодом или как угодно опять-таки есть прекрасные медицинские кадры как выглядит то что можно назвать будущим ребенком на сроке 12 недель и это абсолютно противоречит тому что делают все антиабортные рекламы где они якобы пытаются уже вылепить образ какого-то визуально предсказуемого человека нет это абсолютно не так это небольшая точка которая вот просто вообще пока что еще ничего из себя не представляет но я никоим образом не смогу никогда спорить ни одном языке с тем людьми которые считают что ребенок появляется с того момента как его зачалии есть люди которые так думают и это их право и я считаю что эти люди имеют абсолютно все права так думать и видеть так свою жизнь просто эти люди не должны диктовать тем кто поддерживает светскую и медицинскую модель и виденье распоряжаться своими жизнями я не припомню разговора чтобы агностики или атеисты или люди которые религиозные но тем не менее почему-то выбрали аборт пошли и доказывали верующим людям что они обязаны аборт своей жизни пройти такого разговора нет мы говорим о том что действительно мы живем в том мире где разные люди живут в разных концепциях нам нужно сделать так чтобы всех людей было право сосуществовать если вы считаете что это убийство и вы не хотите убивать своего ребенка делайте так чтобы не оказаться в этой ситуации или не убивайте если вокруг вас есть и люди для которых это решение выглядит иначе это их право потому что до того как ребенок не появился живет в теле женщины это абсолютно стопроцентный факт что это ее тело и что в первую очередь она будет принимать ответственность за то что будет происходить и в ее жизни и в жизни ребенка и не всегда она к этому готова ну и опять-таки давайте не будем забывать что это тоже немножко лицемерно когда есть большое количество и изнасилований и опять-таки нежелательных беременностей внутри церкви я говорю не только про рпц когда было движение мету а параллельно еще было менее заметное движение монахинь в римской церкви ватикане которые говорили о том что с ними вступали в отношения сексуальные в половые отношения неважно принудительно непринудительно второй вопрос священнослужители после этого женщины оказывались в положении они как монахини не могли родить их заставляли делать аборт а после этого их изгоняли из церкви потому что аборт это грех я вообще считаю что здесь действительно абсолютно разный должен быть разговор с мужчинами с женщинами это абсолютный факт вот если вы мужчины очень против аборта у вас есть просто одно примитивное право сделайте так чтобы женщины которые вступают с вами в сексуальные отношения никогда не стояли перед этим выбором мужчины могут себе это позволить но мужчины привыкли перекладывать эту ответственность на плечи женщин если мы говорим о том что женщина каким-то обманным образом забеременела не сказала об этом мужчине окей это отдельная история мы будем брать ее отдельно рассматривать и тогда действительно там не было какого-то доверия и это обман который в любом случае плох но мы все время слышим вот эти поучительные метрские истории от тех людей которые никакой ответственности не несут за нежелательную беременность и которые тоже как и женщины принимают 50 процентное участие в этом половом акте и от них тоже зависит исход что будет в итоге во-первых все демографические цифры которые мы сейчас имеем они говорят о том что рождаемость так или иначе будет падать и будет падать не только готовность рожать но также будет еще и например падать способность рожать как мне известно это именно официальная статистика росстатовская говорит о том что к 30 году в россии на какое-то количество миллионов человек должно сократиться количество женщин детородного возраста 30 до 39 лет поэтому мы не можем именно аборты вообще в этом большом контексте демографии рассматривать отдельно можно ли предположить что если одного человека заставили аборт не делать что из-за этого выросла демография нет нельзя можно ли предположить что женщинам таким образом усложняют путь к этой процедуре но тем не менее если они не готовы рожать они все равно его будут делать это тоже очевидный факт поэтому я бы сказала что опять-таки исторический опыт и сложность вот этих разных демократических показателей приводит к выводу что прямой взаимосвязи нет нет такого что запретили аборты стало больше детей это так не работает российское общество как и российское государство как российская экономика российское здравоохранение российская медицина и детская в частности находится в абсолютно уязвимом и непредсказуемом сейчас состоянии есть люди которые считают что рожать можно всегда и везде и как-то получится давайте подумаем о том что у сотен тысяч женщин забрали мужей мужчин которые просто физически не могут сделать этого ребенка если там не отпуск и если этот человек вообще вернется живым во вторых когда у человека стресс а то забеременеть тоже намного сложнее в третьих те люди которые так или иначе все-таки немножко хотят добраться своему ребенку и рожать его не только для того чтобы получить материнский капитал хотят рожать ребенка комфортных и безопасных предсказуемых условиях а не вопреки поэтому те люди которые хотят счастливого детства своим будущим детям хотят это делать в более благополучной среде которая сейчас просто не только отсутствует но и не предполнить и трудно предположить когда она появится и это приведет к тому что будет энное количество женщин которые столкнутся с безумным количеством проблем для своего здоровья потому что это будет подпольный или нелегальный аборт или назад на поздних сроках это будет много женщин с искалеченными судьбами которые из-за этого например могут потом они имеют детей если мы вернемся к вешалкам и всем этим подпольным средствам это может быть огромное количество детей которые родятся в результате изнасилований каких-то нежелательных историй и эти дети будут нелюбимы и несчастны своими матерями и эти женщины эти матери будут безумно несчастны потому что у них есть те дети которых они не любят и которых они не хотели есть конечно какой-то процент людей которые сделают аборты точнее не сделают аборты в отсутствии такой возможности и они будут в силу разных причин то ли они будут искренне этому рады то ли они будут себя уговаривать но они этих детей примут и полюбят но смысл остается только один что те люди которые могли бы эти испытания и эти несчастья не проходить будут вынуждены их пройти и это будет не единичный случай это будут сотни тысяч женщин как я полагаю есть пару каких-то там иллюстрации которые дают понять насколько все это плохо во-первых польские женщины вынуждены ездить другие страны для того чтобы сделать аборт во вторых есть ряд смертей и женщин и детей из-за того что в нужный момент не дали сделать аборт в третьих история которые опять-таки я думаю что выглядит шокирующе когда девочки которые были на территории украины изнасилованы в том числе солдатами поехали в польшу как беженки и там им не сделали аборты после изнасилования со стороны солдат вражеских это дико это чудовищно и я каждый раз когда есть возможность говорю о том что пока у польши есть такое регулирование я не очень понимаю почему они могут в контексте прав человека вообще хоть что-то кому-то говорить поэтому конечно же все это приводит к и летальным исходам и приводит по количеным судьбам и приводит большому к сильному удорожанию и усложнению процесса по реализации базового права на аборт если вы хотите чтобы не было такой проблематике нужно работать на профилактику я могу сказать что за все годы сколько я и наблюдаю и очень скромно участвую в дискуссиях на эту тему меня злить только одно меня злить что и все эти люди из церкви меня злить что все эти люди из государственной думы все эти люди которые хотят нашпиговать мозги врачей и медсестер тем что это делать нельзя это грехопадение все они не озабочены тем как сделать чтобы аборт не надо было делать я настаиваю что аборт не является праздником для любой женщины даже если она к этому относится очень прогрессивно лучше если аборт делать не надо и это по моему очевидно для всех поэтому все силы нормального общества и государства и просвещения и информирования должны быть потратить на то чтобы маленьких девочек которые к сожалению тоже порой оказывается таких ситуациях у молодых женщин у взрослых женщин у кого угодно не было надобности делать аборт поэтому мы все время обсуждаем последствиями все время обсуждаем как плохо убирать это из омс как нельзя чтобы это допустить и это действительно очень важный разговор но мне хотелось бы чтобы не только сообщества которые в этой теме разбираются но и в первую очередь и люди которые принимают решения которые влияют на судьбы миллионов людей в нашей стране в первую очередь были озадачены тем чтобы аборты не приходилось делать и опять-таки для этого уже есть много предсказуемых механизмов в том числе это и сексуальное образование это и объяснение каким образом люди оказываются в беременном положении поскольку это не стиль не для всех по сей день известно конечно же это доступная контрацепция как барьерная так и оральная и все эти вещи у нас до сих пор воспринимаются как информация для очень-очень небольшого круга лиц в абсолютном большинстве случаев счастливы те дети которых ждут которых любят которые могут позволить не только дорогие игрушки но которые могут позволить качественную медицину качественное образование и возможность жить с предсказуемым забитым холодильником с одеждой потому что как мы знаем пару лет назад еще до начала войны в россии были цифры что больше 50 процентов людей в нашей стране не могут себе позволить купить детям по моему вторую пару обуви не то что обязательно ботинки делают ребенка счастливым или счастливым да мы прекрасно понимаем что и опять-таки сколько нам это рассказывали разные классические произведения можно быть в нищей семье но окруженным любовью и и и и все тебе будет по плечу но сейчас очень популярен разговор очень уместно популярен разговор про привилегии и вот это вот как раз при привилегии когда тебя не любят родители когда ты не нужен когда ты может быть хочешь сбежать из дома когда у тебя нету никакой подушки безопасности не людей которые тебя любят и поддерживают с тобой могут произойти все возможные беды может ли такого не произойти да может но мы увеличиваем эти риски или же как общество и государство мы стараемся сделать чтобы жизнь каждого человека который уже живет или который родится было но максимально комфортно и защищена я думаю что информация сейчас это во первых то что нам осталось а во вторых это самое действенное очень важно развенчивать мифы как раз вот мне очень понравилось когда все начали публиковать эти медицинские кадры как на самом деле выглядит то что внутри женщины и насколько все эти фотографии картинки антиаборщиков которые там изображают чуть ли не огромных детей в самом начале уже они неправдоподобны рассказывайте про риски для здоровья и рассказывать про то что аборт если он сделал правильно если он тем более сделан сразу если он сделал сразу и это может быть вообще виде таблетки проблемы минимальные а последствия если эти проблемы решить они могут быть очень суровыми я считаю что нам нужно научиться говорить через запятую что аборт это право право женщины распоряжаться своим телом запятая давайте делать так чтобы не приходилось делать аборты вообще и я считаю что нам всем нужно именно смещать вот этот дискурс на то чтобы людей была информация каким образом они становятся беременными каким образом чьи-то девушки или же жены женщины становятся беременными и что конечно же это должна быть общая ответственность за то что произошло потому что мужчины очень любят себя из этого разговора исключать и оставлять все последствия на женских плечах это меня очень возмущает это несправедливо и не соответствует действительности